Первый день осени в Ирбите был украшен цветами, воздушными шарами и улыбками детей. 4700 ирбитских школьников, отметив День знаний, начали новый учебный год. Меня сегодня фотографируют, я сегодня стихотворение рассказывала, мне понравилось в школе. Несмотря на то, что жизнь вчерашних выпускников детского сада с этого дня будет подчинена другим правилам и строгому распорядку, большинство из них с радостью втягиваются в школьную жизнь. С очень радостными, тем более она пошла в родную папину школу, куда я сам раньше ходил, в это 18-е тоже закончил, поэтому решил как правоприемственность дочу тоже отдать в родную школу. Первому классу полностью готовы. Будем учиться и получать одни четверки и пятерки, да? Первоклассники только начнут получать свои первооценки за свои старания. Учащиеся 11-х классов уже увидят их результат. На весь год подготовка к ЕГЭ станет приоритетной задачей для них, а также для некоторых десятиклассников. Хорошо сдать ЕГЭ, подготовиться, чтобы написать 100 баллов и пройти на бюджет. Десятиклассник Максим Шехуддинов проводит 1 сентября в родной школе. Это новое для него амплуа, с которым он неплохо справляется. Сегодня с самого утра нахожусь в школе, проводим линейки для первоклассников, для тех уже, кто тут учится давно. Всё как бы проходит хорошо. Сейчас вот ещё будем проводить две линейки. Празднование 1 сентября в 8-й школе прошло во Дворце культуры имени Костевича. Традиционно, как и во всех школах, были подведены итоги прошедшего учебного года. Отмечены успехи как педагогов, так и учащихся. Вручены благодарственные письма и грамоты. Вспоминая достижения, легко настроиться на предстоящую учёбу. Я поздравляю вас с этим всенародным праздником. И думаю, что не ошибусь, если скажу, что этот праздник сегодня отмечает каждая семья. Ведь только в нашем городе, представьте себе, 11 тысяч человек каждый день в течение учебного года посещают образовательные организации. Это ребята и взрослые, те, кто работают там. А это практически треть населения города. Пока звенит первый звонок, говорят, можно загадать желание, и оно исполнится. Трудолюбие ученикам, терпение учителям и родителям директора школ уже пожелали. Осталось загадать плодотворного сотрудничества родителей, учителей и учеников и достойного окончания начавшегося учебного года.